2016-2017 годов. У нас в гостях главный тренер команды Шинек, Побегалов Александр Михайлович. Ваше мнение по матчу? У меня такое впечатление, что позавчера мы здесь встречались, я сидел и говорил по поводу прошедшего матча, только матч был последний матч сезона. Очень быстро пролетело время, пролетело оно для обеих команд. Я это называю безвремением, потому что в таких условиях, какие поставлены многие клубы, по финансовым, чисто по календарным, по временным отрезкам, с таким количеством переходов, мы, по-моему, сейчас начали соревноваться с хоккеем. Я, знаете, так, иногда заглядываю на КХЛ, начинается сезон, таблица трансферных переходов, по 20-25 фамилий. И вот, если вы откроете на One Division или в Голливаде, откроете трансферную таблицу, то команды ФНЛ тоже самое можно насчитать у некоторых команд 120 футболистов. А времени на подготовку, на притирку, самый мизер, поэтому сыроватые команды выглядят во многих компонентах, просто это не успеть. И мы сегодня с Балтикой были в равных условиях, у Балтики тоже очень много новичков, но Балтика, вернее, Балтика нам предоставила, или мы создали эти моменты, мы не смогли их реализовать, а Балтика нашу секундную потерю концентрации наказала забитым мячом. Отсюда и последующее содержание игры, в котором, в принципе, мы имели определенные преимущества, моменты, но не смогли забить. Где не хватило мастерства, где спешка, это тоже понятие мастерства. В общем, работать, работать и работать, я то, что увидел, но то, что есть много позитивных моментов у этих молодых ребят, это тоже самое я увидел. Поэтому, конечно, обидно проигрывать в первой игре, но есть от чего оттолкнуться. Коллеги, вопросы? Оксан Михайлович, ну как вам вся эта история? В одни команды расформировали, другие вернулись. Спортивный принцип нарушен все-таки? Или, может быть, вы рады, что так вот сложилось, и мы снова с вами встретились? Ну, в принципе, здесь спортивный принцип не нарушен. Единственное, что Балтике, по-моему, повезло из-за Волги, да? Вот Волгу, конечно, жалко. Ну, как говорится, здесь принцип, есть регламент, расформировалась Волга, досталось место Балтики, ничего там плохого не вижу, а тем более, я уже неоднократно говорил, Калининград это и футбольный, и классный город, и то, что он представлен ФНЛ, дает ФНЛ изюминку, изюминку. В виде хороших экскурсий, хорошего поля, хорошего соперничества с хорошей командой. Александр Михайлович, вот вы на прошлой конференции помните, говорили, что вот у нас молодежь, мы все, и еще не выступало несколько игроков по разным причинам. Игра была, конечно, совершенно другая. А вы понесли какие-то потери за это время? С весны, конечно, у нас ушли ведущие игроки команды. Малеров ушел в Кубань, Павленко находится сейчас на Смотринах, наверное, скорее всего, в Урале. Малаян ушел в Мордовию, Платико тоже стал искать команды в Премьер-лиге. То есть, это серьезные для нас потери, были ключевые игры. Игроки, у нас только Эльдар Низамудинов выпадает из линейки молодых футболистов. Но это наш, мы считаем, ветеран, наш заслуженный и уважаемый футболист. Ему только 35 лет. Все остальные ребята от 20 до 23 лет приглашенные. Поэтому компенсировать сразу потери опытных игроков с листа пока не получается. Но это первый тур. А что с этим Деполем? Вам уже сказали, что... Скорее всего, перелом ключицы. Кстати, это вынужденная замена, она и определенную роль свою сыграли. У нас получились перестановки. Вышел молодой парень, не бесталанный, но, к сожалению, сказалось сразу войти игру на позицию опорника. И здесь мы, мы именно не он, а мы все сделали ляп. При ауте, при стандартном положении. Руслан Михайлович, объясните, что там за ситуация у вас с запретом на регистрацию игроков? Пишут, что сейчас вообще любой клуб может подать протест, и вам засчитают техническое поражение? Ну, во-первых, надо разобраться, кто пишет. Кто пишет? И зачем это пишет? Это один момент. Наш генеральный директор, Олег Петрович Воролов, уже говорил абсолютно грамотно, что все было нами сделано по закону. Вообще, надо этот неснимаемый, так называемый, запрет убирать из регламента. Надо просто посмотреть вокруг себя, где мы живем, в какой стране, в какой экономической ситуации живут клубы. Это принималось тогда, когда, вроде бы, всем казалось, будет сплошной шоколад. Сейчас одни горькие пилюли у половинных клубов, а не шоколад. Поэтому мы выполнили все условия, которые необходимо было выполнить для снятия этого запрета. Мы прошли лицензирование в два этапа. И перед игроком, который нас просил наказать, выполнили все условия. И он после этого добровольно, добровольно написал о том, чтобы просить снять этот запрет. Выслушав все наши аргументы, а их было приведено очень много, и документальных, причем не на словах, палата абсолютно справедлива, люди, взыграл коллективный разум, взыграл, вами называемый спортивный принцип, и приняли абсолютно правильное решение. И вдруг откуда-то вылезает другой спортивный юрист. Пишет на всю страну, пытается нас убедить в том, что нас накажут. Это не иначе, как юридические войны. Больше я не назову. Еще есть вопросы? Большое спасибо. Удачи в дальнейшем. С вас победой. Спасибо. Желаю.